Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале Экзегет. Мы с вами продолжаем читать книгу Тавита, сегодня седьмая глава. Давайте вспомним, что было в предыдущих главах. Не буду пересказывать с самого начала, посмотрите предыдущие записи. Но хотя бы шестую главу. В шестой главе ангел Рафаил и Тави отправляются за серебром, который когда-то отдал в долг его отец Тавита. Они приходят на берег реки, и Тави пытается под воду утянуть большая рыба. Он вытаскивает эту рыбу, они ее разделывают, они ее съедают. Тавея по совету ангела берет печень, сердце и желчь, и ангел ему объясняет, зачем это нужно. Потому что печень и сердце, когда их сжигают, изгоняет демонов, а желчь можно использовать как мазь для лечения глаз. Ну и они дальше идут, и они приближаются к городу Раги, и ангел говорит Тавею, что вот в этом городе есть девушка, ее зовут Сара, и она предназначена тебе в жены. Она единственная дочь своих родителей, поэтому наследство перейдет сначала Саре, а потом тебе как ее мужу. Ну и она, в общем, тебе предназначена, ты должен пойти на ней жениться. Тавея знает, кто такая Сара, он рассказывает, что там есть демон, который убивает ее мужей, ну и он боится. Ну и тогда ангел его успокаивает, говорит, у тебя вот есть печень и сердце, ты отгонишь этого демона. Шестая глава заканчивается тем, что после вот этих рассказов и мотиваций вступить в брак, Тавея полюбил ее, и душа его крепко прилипилась к ней. Ну то есть очень так романтично. Все-таки обычно священное писание описывает влюбленность, ну и любовь, когда человек там видит объект своей любви и общается с ней. А здесь даже нет портрета, а он в нее уже влюбляется. Ну хорошо, давайте седьмая глава, она рассказывает о том, как Тавея и ангел Рафаил, который скрывается по именем Азария, приходят в дом Ругуио. Сара встретила их, приветствовала их, и они ее, и ввела их в дом. И сказала Ругуио Эдне, жене своей, как похож этот юноша на Вита, сына брата моего. И спросила их Ругуио, откуда вы, братья? Они отвечали, мы из сынов Нефалима. Нефалим – это один из детей Иакова и родоначальник колена Нефалимова, плененных в Нинивии. Вот как раз Тавид был тот человек, которого увели из Северного царства в сирийский плен. Еще спросили их, знаете ли брата нашего Тавида? Они отвечали, знаем. Потом спросил, здравствует ли он. Они отвечали, жив и здоров. И Тавея сказал, это мой отец. Ну так, знаете, немножко интересно так. Знаете такого? Знаем. А как у него дела? Хорошо. А откуда вы знаете? Да вообще-то он мой отец. Как бы мне не знать. Ну, такой, конечно, нельзя сказать, что это прямо юмор. Ну, так, можно увидеть, как интересно построен рассказ. И бросил с ним Ругуил, целовал его и плакал. И благословил его и сказал, ты сын честного и доброго человека. Но услышав, что Оведь потерял зрение, печалился и плакал. И плакала, верно, жена его и Сара, дочь его. И приняли их весьма радушно. Здесь описывается гостеприимство. Гостеприимство к путникам. Ну, и встреча, ну, не ближайших родственников, но все-таки родственников. Хорошо. Изолковали Овна и предложили обильные снеди. Тавес же сказал Рафаэл, брат Азаря, переговори с ней. Ты говорил на пути, пусть устроится это дело. И передал эту речь Ругуил. А Ругул сказал Таве, ешь, пей, веселись, ибо тебе належит взять мою дочь. Впрочем, скажу тебе правду. Ну, и дальше идет этот рассказ про смерть этих мужей. Я отдавал свою дочь теми мужам, и когда они входили к ней, в ту же ночь умирали. Но ты ныне будешь, будь весел. И сказал Таве, я ничего не буду здесь есть до тех пор, пока не сговоритесь и не ссоетесь со мной. Ругул сказал, возьми ее теперь же поправ. Ты брат ее, и она твоя. Милосердный Бог да устроит вас наилучшим образом. То есть, они увидели друг друга, и Тавея сразу договаривается о браке. Да, такие договорные браки достаточно часто были. Не надо представлять их такую, знаете, какая-то жестокость. То есть, девушку несчастную там договорились и загоняют. На самом деле, Сара хотела выйти замуж и жить счастливо. Тем более, здесь получается, видно, что она верующий человек, и она знает закон. А закон говорит именно так поступать. Ну, и поэтому никаких проблем в этом браке нет и не будет. И призвал Сару дочь, что и, взяв руку, отдал ее Тавею в жены и сказал, вот, по закону Моисея, возьми ее и веди к отцу твоему. И благословил их. Ну, вот здесь обратите внимание, веди к отцу твоему. То есть, веди ее в дом своего отца. Потому что женщина, когда выходила замуж, она выходила и уходила в семью своего мужа. И, призвав Эдму жену свою, взял свиток, написал договор и запечатал. И начали есть. Давайте вот про этот договор. По-еврейски тот договор, о котором здесь идет речь, называется Ктуба. Ктуба – это брачный договор, и он может считаться тем, что у нас считается свидетельство о заключении брака или штамп в паспорте. Но немножко есть свои отличия. Почему? Потому что в этом браке прописывается условие содержания жены. То есть, муж ее подписывает при свидетелях, женщина не подписывает, насколько я видел и знаю. Подписывает мужчина, и там перечисляются, вот какое денежное содержание, в том числе, какое денежное содержание ей будет дано, когда она, если они разведутся, не по причине супружеской измены. У современных евреев вот эта Ктуба, она помещается в такую рамку, вешается на стену, напоминает мужу и жене, что они муж и жена, и обязанности мужа. Потому что в Ктубе прописывается обязанность именно мужчины. Запечатал. Здесь имеется в виду не то, что он там сложил и печать поставил. Нет. На договоре была поставлена печать. Запечатал, поставлена печать. Вот подписывание – это один способ засвидетельствовать подлинность. А еще один способ – это поставить печать. Призывал Рагуил Эднус жену и сказал, приготовь сестра другую спальню и веди ее. Обратите внимание, что Рагуил обращается к Эдне как к сестре. Не надо этому удивляться. Евреи считали и считают, и мы, кстати, тоже считаем и считали, то, что мы являемся братьями и сестрами. И поэтому это обращение сестра – это на самом деле обращение очень, даже наоборот, более интимное, чем друг или жена. Вот брат и сестра, они как бы вместе. У них есть один отец, небесный отец. Поэтому они братья и сестры. И поэтому то, что не к ней обращается сестра – это более интимное, более близкое обращение, чем бы он сказал, жена, пойди и сделай то-то и то-то. Приготовь спальню, введи ее. Обычно так происходило. Либо муж встречал жену возле спальни и вводил ее. Либо муж находился там в дверях спальни, либо в самой спальне, и жену приводили к мужу. И сделала, как он сказал, и вела ее, то есть заплакала. Приняла взаимную слезу дочери и сказала, успокойся, дочь, Господь, небо и земли даст тебе радость вместо печали твоей. Успокойся, дочь моя. Значит, ну понятно, почему заплакала. Ну, любой, любым родителям, дорогие их дети, а тут дочка страдала уже семь раз, потому что семь мужей умирали. Вот. Плакала не только она, плакала и Сара. Она молится, благословляет свою дочь и говорит, что Господь небо и земли даст тебе радость вместо печали твоей. Вот я бы хотел остановиться на фразе «Господь небо и земли». Ну, Господь это владыка, да, владыка, хозяин, правитель. А вот почему он называется Бог небо и земли? Конечно, если вспомнить Священное Писание, мы знаем, что Бог создал небо и землю, да. Об этом говорится в первом стихе книги Бытия. Но, вот мы слышим, как бы, Бог создал небо и землю. А вот еврейский читатель, так, еврейское ухо, слышал немножко другое. Небо и земля, как бы, если их перевести, есть все. То есть, Господь небо и земли, Господь всего. Для язычников были боги неба, боги земли, боги моря. То есть, не было бога всего. А здесь исповедуется вера в бога, который создал все. Ну, и этот бог, который создал все и правит этим всем, заботится даже о браке. Ну, и на этом заканчивается седьмая глава. Спасибо за внимание. Меня зовут Дмитрий Ильич Добыкин. Мы с вами были на библейском портале Экзегет. Всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok